Новая попытка рейдерского захвата телеканала Интер. Именно так в оппозиционном блоке прокомментировали запрет на въезд в Украину Игорю Шувалову, замдиректора по развитию компании Национальной информационной системы. Тему продолжат наши корреспонденты. Репрессии против менеджмента Интера вместо наказания поджигателей новостной студии. Нардеп от оппозиционного блока Юрий Павленко заявляет о новых попытках рейдерского захвата телеканала. Заборона на въезд Игоря Шувалова – это доказ, что влада усиляет политические репрессии. Вместо того, чтобы найти подпалювачей Интера, влада совершает рейдерское захватение наиболее популярного телеканала страны. Я уверен, что такими действиями, вместе с гучными политическими заявками, есть ничем другим, как наступ на свободу слова, как попытка захопить и контролировать самый популярный медиаресурс. Действительно, после поджога редакции подробностей прошло 8 месяцев. Но до сих пор ни одного подозреваемого, не говоря уже о задержанных или осужденных. Ни заказчиков, ни исполнителей следствие установить не может. Или не хочет. Полиция даже не все улики удосужилась забрать. Сотрудники компании нашли в здании 4 каски налетчиков, зажигалки, газовые баллончики. Тогда свое собственное расследование провели оппозиционеры. И, как выяснили организаторами атаки на новостейную редакцию Интера, были члены партии «Народный фронт», в частности глава МВД Арсен Аваков. Курировал нападение его тогдашний советник Илья Кива. А исполнителями были люди с криминальным прошлым. В полиции атаку квалифицировали как поджог и хулиганство. И только благодаря действиям руководства редакции и оппозиционеров добавили статью «Теракт». А расследование передали в СБУ. Активизировать работу правоохранителей призывала и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. и представители ЕС, и члены Национального союза журналистов. Базово какие-то очень брутальные случаи порушений прав журналистов или масс-медиа, они пребывают на контроле международных журналистских организаций. Это такие случаи, как убийство журналистов, або как подпали национального телеканала Интера. Мы бы хотели, чтобы были установлены и замовники, и выконавцы, и в целом были покараны вину в этом злочине. Потому что, очевидно, если безкарность, то она провокирует безкарность. Если не покараны те, кто перешкодил деятельность Национального телеканала, то, соответственно, в любой момент может эта спроба быть повторена. Такой попыткой вполне может быть и запрет на въезд в Украину Игорю Шувалову. Каковы правовые нормы такого решения, неясно. Ведь законы он не нарушал. Работал на Интере на законных основаниях. Кстати, это не первая попытка выдворить Шувалова из страны. Это хотели сделать еще при Януковиче в декабре 2013 года. Редакцию подробностей прошлая власть напрямую обвинила в работе на Евромайдан. Тогда же Шувалова и его команда были отстранены по требованию Януковича от подготовки новостей. Уже после Майдана он вернулся на Интер. А попытки запретить ему находиться и работать в Украине начал яростно предпринимать Народный фронт. На этот раз за конструктивную критику. В эфир выходило много материалов, в которых критиковали бывшего премьер-министра Яценюка. В том числе и за провальный проект так называемой Евростины. Стоит учесть, что миграционная служба, которая приняла решение о запрете на въезд для Шувалова, под непосредственным управлением фронтовика Авакова, как одна из структур подконтрольных МВД. Так что все это очевидный политический заказ. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности и телеканал Интер.